Приветствую вас, Лика. Давайте разберём ваш вопрос, вашу проблему. Смотрите. Ну, первое. Если вам диагностировали нервный стресс и назначили препараты, то должны были также назначить и терапию. Дело в том, что нервный стресс является, собственно, психологической проблемой. Вот. И препараты, препараты, это хорошо, но как бы они лишь только поддерживают. Состояние оно не лечит. Вот. Лечение вам необходимое даст терапия. Идеально, чтобы терапию назначил тот врач, который назначил вам и медикаментозное лечение. Ну, просто хотя бы, чтобы направил вас к специалисту и сказал, в какую сторону нужно двигаться. Соответственно, почему-то этого не было сделано. Почему, я, если честно, не очень понимаю. Просто, ещё раз повторюсь, препараты не лечат вас. Они просто поддерживают ваше состояние и всё. Вот. Дальше. Вы говорите, что повлияли несколько факторов, в то же время говорите, что устали от своего тела. Как мне кажется, здесь налицо элемент вытеснения. Проблема. То есть, вы подозреваете, что повлияли несколько факторов, но как именно, простите, повлияли эти несколько факторов, непонятно. А это важно. И, собственно, нужно с этим разбираться. Потому что, да, ситуация непривычная. Да, ситуация в какой-то степени, ну, может быть, не экстремальная, но явно-явно неприятная. Связано может быть со многим. Лично я думаю, что связано с тем, что вы не умеете расслабляться. Не умеет расслабляться, это, конечно, чисто психологическая проблема, да. Требования к себе это, может быть, комплекс, синдром отличника или отличницы. Вот. Это может быть, там, попытка обравдать чужие ожидания. Страх и оценки, в общем, довольно много моментов влияют на то, что человек не умеет расслабляться. Вот. Трудоголизм. Ну, в данном случае зависимость от труда. Ну, вот. Или, может быть, бегство вот какой-то еще более глубинной проблемы. Именно в, ну, в работу, в учебу и так далее. Но что меня... Что навело меня на эту мысль? Вот. Это то, что вы сказали, что не остаетесь одна, чтобы успокоиться. И все время старайтесь что-то слушать. То есть у вас есть такая вот склонность к избеганию. Повторяю, ничего не даст внутренний конфликт, который в итоге привел к срыву. Он никуда не делся. Он просто как бы, ну, вы ослабили напряжение. Но конфликт остался. И необходимо этот конфликт конфликт выявить. Вот. Как, конечно же, через психотерапию. Вы можете выбрать себе эксперта для психотерапии. Здесь на сайте можете выбрать психотерапевта очного. В своем городе можете обратиться еще раз к врачу, который назначил вам препарат и попросить его дать направление в контексте психотерапии. Но психотерапия является обязательной. Ваш случай, ваша ситуация, она, как и любая другая ситуация, особенная. То есть каждый случай особенный, каждая ситуация особенная. Особенный, каждая ситуация особенная, и каждый человек уникальный, как его проблемы. Ваша ситуация особенная тем, что вам не много лет, я думаю, но при этом вы уже сейчас вытесняете проблематику. Как бы сказать, объективизируете ее. И мне это видится проблемой, потому что в дальнейшем это может привести к еще большей эмоциональной оторванности, к еще большему эмоциональному разрыву между тем, например, что хотите вы и тем, что на самом деле происходит. Наша задача является этого не допустить. Ну конечно при условии, если вы нацелены на то, чтобы действительно проблему решать. Потому что если вы не нацелены на то, чтобы решать, проблему, вот, то я думаю, эффект от обращения к нам, к нам, ну не особо-то будет и не особо-то будет. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. Вот, ну на этом, в принципе, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам, я желаю, я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи, я надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Удачи! 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 Удачи!